Приветствую вас, дорогие мои друзья! Вы на канале у Галины. Итак, поехали! Я так радовалась, что нету насморка, всё закончилось. Нет, всё возобновляется. Ну смотри, кладбище. Не знаю, если вы будете не против. Ну а чего не против? Кто против, тот не смотрите. А я вам сниму всё-таки кладбище. Просто, чтобы вы знали, например, разницу, как у нас и как здесь. Интересно же. Мне, например, знаете, было интересно тут в Марокко посмотреть кладбище в мусульманской стране. Так, ну прохладненько, надо сказать. Надо одеть курточку так. Прохладненько. Мы с вами здесь уже бывали. Давайте выйдем на церковь. Я вам её уже показывала. Вот она. Видите, какая постройка средневековая, старинная? Вот надо дать должное. Французы очень бережно сохраняют это. Всё как историческое наследие. Вот куда я вас сегодня привела. Вот что я сегодня хочу вам показать. Мы сейчас с вами спустимся по этой дорожке и попадем в волшебное местечко. Смотрите, вот только посмотрите на это буйство красок. Волшебно. Просто волшебно. На берегу здесь стоят столики. Можно пикник устраивать. Рыбу ловить. Здесь разрешено всё. По лицензии, когда у вас есть разрешение, всё можно. Ой, красота. Открываем калиточку. Ой, какой кот. Интересный, как он мявкает. Итак, мы с вами входим в сказку. Затаив дыхание. И даже говорить не хочется. Хочется слушать эти трели. Посмотрите, какая влага. Что даже на деревьях, на ветвях дерева мох растёт. Посмотрите-ка поближе. Видите? Нет, даже виноградник разбили хозяева. Видите, какие лазы винограда. Ну вот, обработаны специально, видите, листочки купороса. Ну, синим вот этим. Вот какие гранулы мы тоже от эскарга рассыпаем. От слизней. Ой, какой красивый кустик. Чудненько, правда? Вот куда, ребят, я вас сегодня привела. Не знаю, как, правда, будет слышимость. Видите, как уроки-то я смотрю на ютюбе время от времени. Ну, когда свободная минутка есть. Там, как добиться успеха ютюберу. Что, прежде всего, должен быть качественный звук. Ну, для этого нужно иметь аппаратуру. Микрофончик, который цепляется. Ну, микрофончик-прищепочка. Ну, у меня в планах есть приобрести его. Вот уже лампу специальную я приобрела. Сын меня нашел на Амазоне. Ой, красота. Вы представляете, какое мощное, старое, это сколько же лет ему, дерево, черешни. Посмотрите-ка. Вот черешня. Скоро будет. Мы идемте вот эти розы посмотрим. И приземлимся там. Друзья, по просьбе одной из моих подписчиц, которая увидела на мне при исполнении песен военных, когда я готовилась к 9 мая, вот, которая увидела на мне платочек на моих плечах, вот, вот по ее просьбе я показываю вам этот платочек, который подарила мне моя подруга Валентина из Санкт-Петербурга. Вот она приехала сюда и привезла мне такой резинтик. Вот он этот платочек. Качество у него как будто бы натуральное, но с примесью синтетики, конечно, а похож так на тоненький-тоненький штапель. Девочки, хочу показать вам вот такие вот лапки. Вот они называются лапки. Это очень полезные для здоровья. Видите? Вот так вот они выглядят. Знаете от чего? Когда очень сильный кашель, бронхит, астма, растуда, с тяжелым кашлем, вот эти лапки нужно заваривать в молоке, вскипятить молоко, бросить туда эти лапки, вот дать настояться и употреблять потом. Можно горло полоскать, можно глотать это молоко, пить прямо. Дорогие мои подписчики, активные и не очень, часто посещающие мой канал, просматривающие влоги и время от времени, я всем, без исключения, всем вам благодарна. Ваши вопросы о моем образовании, я могу сказать, что я закончила педагогическое училище волгоградское, по специальности учитель начальных классов, затем педагогический наш волгоградский институт, который стал университетом, затем проработав долгое время учителем начальных классов, я закончила филиал техникума. Это для чего мне было нужно? По специальности бухгалтер налоговой инспекции. Ну, естественно, не для того, чтобы в налоговой инспекции работать, познать азы бухгалтерии. Потому что каждое лето, ну, не каждое, но достаточно часто я работала начальником пришкольного лагеря, ну, директором пришкольного лагеря. В моем подчинении было около 150 учеников в летнем лагере, который располагался в нашей школе, и около 20 преподавателей. Это большая ответственность. Это нужно было просчитать и затраты на столовую, на питание детей, и на различные походы затраты. Это и кинофильмы в кинотеатрах, это и посещение спортивных каких-то мероприятий, бассейнов и так далее. Я абсолютно не считаю себя какой-то там певицей. Но вы понимаете, у каждого есть свое увлечение. Кто-то картины рисует, кто-то вышивает, кто-то книги пишет. У кого-то увлечение – это кулинария, кто-то печет обалденно вкусные пальчики, оближешь тортики, кто-то просто любит готовить или занимается красивой фотографией. Я воспринимаю все увлечения людей, да ради бога, лишь бы им было хорошо на душе. Шпаргалка моя улетела, где я выписала вопросики разные. Так вот, и у меня тоже это пение, но я не знаю, это позыв души. Вот, ну, хочется мне петь, вот я и пою. Не обязательно для этого нужно быть певицей. Ладно, воспринимаю этот вопрос критики. Ну и пойте тогда себе на здоровье сама для себя, для своих близких, для семьи, но не выставлять же это все в YouTube на всепланетное обозрение. Ну, а почему бы и нет? Может быть, я таким образом хочу сохранить это все для своей семьи, может быть, для внуков, которые потом посмотрят, скажут, «О, какая у нас бабка с приветом была!» Ну, а почему бы и нет? Кому не нравится, не нужно это слушать, нужно просто мимо проходить. Вот и все. Рампность, может быть, я даже научилась этому здесь, это отношение уважительное к свободе другого человека. Если эта свобода не ущемляет свободу другого, вот моя свобода петь, вот я свободна в своем пении, хочу и пою, это свобода. Она же не ущемляет, вот, госпожа, вас, которой неприятно слушать меня, и особенно на французском языке с моим прононсом. Поэтому как-то, ну, не тратьте время. Я берегу ваше время, не нужно меня ни слушать, ни смотреть с моим прононсом. Я юмор обожаю, хотя вот сама не умею вот так вот юморить, да у меня и памяти как-то не хватает на анекдоты, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Но я этому хочу учиться. Мне это нравится. Петь я любила всегда. Приколы я любила всегда. Ну, а сейчас просто вот такой момент, видимо, настал, значит, в моей жизни, когда я могу это в себе культивировать, развить. И почему бы и нет? У многих влогеров учусь. Всех считаю мужественными девчонками, которые вот так вот, вы знаете, ну, свободно, свободно чувствуют себя перед камерой и в общении с виртуальными подписчиками. Молодцы! Молодцы! Я к критике отношусь ну, спокойно, продуктивно. Почему бы и нет? Потому что же нужно как-то и воспринимать и окружающих тебя людей, и где-то призадуматься. Может быть, они действительно правы, но... То есть критика должна быть конструктивной и без всяких там оскорблений личности. Или как вот одному блогеру, например, говорят, уже неоднократно я это встречала в комментариях, господи, как неприятно обсмотреть на твою эту родинку, когда ты ее удалишь, эту бородавку. Люди, дорогие, неприятно, не смотрите. Ведь что это еще такое? Вы знаете, вот тоже отличие менталитита. Ни один европеец не обратит внимания, не заострит внимания на какой-то твой физический недостаток. То есть есть толерантное, уважительное отношение к любой личности, к любой. Если это человеку не мешает, почему тебе это должно мешать? Почему тебя это должно трогать? Не эстетично? Не нравится? Не смотри. Найди свою нишу. Найди другого человека, где тебе покажется более эстетичным, где тебя не будет что-то отвлекать. Ведь самое главное это не то, как внешне выглядит человек, а то, чем он наполнен, его внутреннее содержание. Я думаю, что мои подписчики согласятся со мной. Не так ли? Одна подписчица так и сказала, что я отписываю смолу от вас, не буду повторять ее фразу. Я не политик. И мы с вами в рамках канала ничего не решим. Да и не в рамках тоже. Я считаю себя обычным обывателем. И я все планетные дела не вершу. И никакие политические вопросы я не собираюсь затрагивать. Все мы люди. все мы знаете имеем родственников и в Белоруссии, и в Украине, и в Грузии. Ну то есть жизнь нас так сплела и в то же время раскидала по различным нашим бывшим союзным республикам, что у нас полно везде родственников. Мы нормально общаемся, ничего не делим. Политику вершим не мы. поэтому давайте будем дружить. Вот и все, что я могу на это сказать. И приветствую всех девчонок, мальчишек, всех, любой национальности. У меня есть подписчики и французы, между прочим. Вот. И за что я им очень благодарна. Иногда при встрече они меня спрашивают, а что ты там вот говорила, нам бы интересно перевод бы. Вот я им подсказала, что они могут субтитры включать, чтобы услышать перевод. Поэтому, друзья, давайте жить мирно, давайте жить дружно. Тем более в такие наши тяжелые времена, когда ой, да она жизнь не так-то коротка, еще чего нам выяснять-то между нами, господи. Гармонию давайте искать во всем. Вот и все. До совершенства далеко, но хотя бы стремиться. Давайте. девочки, ну на первую болталку я думаю хватит, а то будет слишком утомительно вас меня слушать. Надо все-таки как-то немножечко дозировано, правильно? И мне нужно адаптироваться как-то вот так вот виртуально в никуда беседовать. Мне тоже нужно привыкнуть немножко. так что дозировано пока. Окей? Смотрите-ка куда мы с вами идем. Мы перемещаемся с вами по мосточку. По мостику идем. Да, речушка такая вот. Кажется, что вода нечистая, но рыба здесь водится. Вы знаете, по приезду сюда меня тоже очень удивляло. Почему же такие грязные реки? Мы привыкли к своим рекам, что в них отражается голубизна неба, а здесь они видите, какие коричневые? Вот тоже особенность, ребят. От почвы все зависит. Практически они все такие реки здесь во Франции. Все кроме горных. Кроме горных. Ну что, идемте дальше. Кому будет неприятно, девочки, с этого момента можете остановиться и не смотреть. Я хочу вас прогулять, как неуместно будет слово. Ну в общем показать вам кладбище католическое. Коль уж мы здесь вот. Вот сейчас дверь всегда открыта. Здесь совершенно не страшно, ребят. Я не знаю, почему так. Не жутко, нету какой-то вот жути. Не страшно. То ли потому, что оно вот видите находится среди жилищ. Вот видите как мы пришли с вами оттуда, вот с берега реки. Вот чистенько. Вот такие склепи семейные. Вот плита на время поднимается и здесь захоронено несколько членов семьи. вот видите. Хоризонтемы во Франции являются кладбищенскими цветами. часовенки. Это все выкуплено семьями. Ну а вот например да вот видите плита. Это тоже захоронение. Но уже никто не ухаживает. И вот захоронение тоже очень давнишнее. И вот видите. Вот видите вот дома крыши домов здесь же. Ну вот осенью на праздник здесь всегда бывают памяти мертвых. Всегда бывает все в хризонтемах. Их приносят в горшочках вот таких. Вот ставят их. Вот видите вот например такие вот были хризонтемочки осенью. Вот видите вот прям домик. И вот дом. То есть у людей нет каких-то предрассудков что вот мол мы с душами мертвых тут живем поблизости. Видите вот прям дом. Вот от забора метр. это семейный склеп моего мужа. Здесь его захоронена мать и его родственники. фамия бери семья бери бастиса бери вот так. Вот бывает, что здесь и урночки стоят. кого значит кремируют пепел в урночки отдают плиту бывает снимают и урну с пеплом ставят внутрь. Или же просто оставляют эту урну вот ставят вот просто ставят вот так и все. Видите просто вот плита и все. То есть видите как-то нету жути у меня вот здесь прогуливаться нету. Ну что не будем тревожить покой мертвых. Навестили их перекрестились спите спокойно никого не зовите все придем в положенный час. Аминь. недавно по телевизору говорили что 30 человек семьи семья из 30 человек были на кладбище хоронили родственника и все полностью подхватили коронавирус и находятся сейчас на карантине. возвращаемся в реальность в красоту в радость жизни вот смотрите ну как не радоваться только посмотрите какая красота сказка у меня есть фотографии на этом фоне идем дальше на этом пространстве вот на этой площадке я училась разворачиваться поворачиваться маршарьера задним ходом парковаться на автомобиле когда училась нет с правами я приехала со своими российскими вот но конечно же очень трудно мне было здесь водить дороги узкие глазомер не развит и были некоторые проблемы ну все можно преодолеть правильно при желании проблема это не только у меня у одной у всех наших славянских девчонок такая проблема с вождением у французов то глаз намылен из детства он привычный дорожки узкие они присмотрелись уже поднаторели ух ты гляньсочка какие грибы какие грибы тоже они французики с детства ездят в машинах в колясочках с родителями ясельки в начальную школу и у них глазомер уже все привычный а я не мне казалось всегда что невозможно просто разъехаться на такой узкой дорожке двум машинам ну ничего теперь привыкла видите не могла ездить по тем дорогам узким где нет полосы разделения что она разделена на две половины сейчас тоже привыкла уже вот мы с вами были в саду вот там на том берегу теперь я сделаю круг и вернусь домой с другого берега с другой стороны это подольше будет немножко подольше эти камни специально расставлены чтобы машины совсем носом туда не клюнули ну для таких избранных водителей да как некоторые и вот на этом месте живописном у меня тоже есть фотографии может быть ставлю тогда вставочку сделаю ой какая благодать то ой ловит рыбку какое наслаждение для мужика представляю вот рыбаки 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 рыбаки